здравствуйте уважаемые подписчики и зрители канала мысли об истории сегодня среда а это значит сегодня у нас с вами стрим как всегда встречаемся с вами на стриме это был канал мысли об истории для вас в эфире как всегда будет работать сегодня олег всем здравствуйте кто уже пришел кто на подходе кто еще подойдет сегодня тема сегодняшнего стрима у нас беседа с подписчиками то есть я буду отвечать на все ваши вопросы будем общаться поэтому не так часто я устраиваю беседы с подписчиками но я считаю это дело нужное потому что какие-то вопросы не выяснены у многих кто-то хочет что-то обновить свои знания вспомнить что-то поэтому я считаю лишним не будет давайте побеседуем посидим пообщаемся так ну что у нас из новостей за последнее время вчера скончался бывший президент ссср и последние михаил сергей горбачев такая фигура знаковая в истории не однозначно естественно человек осуществивший перестройку хотел провести реформы не получилось почему это вопрос глобальный не сегодняшнего стрима но так или иначе не получилось потом его ельцин от власти выдавил так сказать технично слил его и дальше уже стал сам 10 лет править ну не править убивать страну давайте честно признаемся поэтому так такие у нас новости ушел михаил горбачев будет похоронен рядом с рейсой максимум с своей женой он это место зарезервировал еще 23 года назад заранее чтобы лежать вместе с женой поэтому будет похоронен на новодевичем кладбище рядом с рейсой максимум с супругой кто не знал то не помнит которая скончалась от рака крови давно уже вчера скончался горбачев михаил сергеевич так давайте пока поздороваемся тех кто уже подошел так модераторы моего канала лена кипр таня сахалин здравствуйте семена морковский котенбург семён приветствую тебя любого беляева хабаровского беляева здравствуйте рад вас всегда видеть альбина пермский край альбина приветствую приветствую вас альбина гафаров город казань здравствуйте альбина рад всегда вас видеть ирина адамова поэтесса нашего канала ира приветствую тебя эрика трубецкая давно у вас не было украина запорожье хортицкий район эрика приветствую спасибо за пожелание вам тоже доброго дня место номер 10 понял эрика нет альбина похоронит его на новодевичем рядом с рейсой максимум с супругой место было занято изначально давно уже поэтому да николай сергеевич очень любил свою жену рейсу максимуму у них идиллия была семейная как бы что ни говорили но любовь в семье была присутствовала это было видно сергей спиридонов приветствую здравствуй добрый человек татьяна баталова рад вас видеть здравствуйте аида вайдич конечно же приветствую аида здравствуйте у нас сегодня две аиды можно желание загадывать аида гофарова но это ваше личное мнение я не считаю горбачева предателем это все и все-таки я говорю что не надо и клеить человеку ярлыки когда вы не до конца знаете что-то понимаете вот и все татьяна тоди город пушкина ленинградской области татьяна приветствую тебя здравствуй валентина чернова подошла валентина приветствую помню вас по конференции здравствуйте уважаемая валентина да спасибо за поздравление валентина до завтра праздник знаний любовь беляева еще одно событие 25 лет гибели принцессы дианы ну да да есть такое любовь беляева спасибо что напомнили прошло уже 25 лет с того с того момента как она вместе со своим другом доди альфаэдом при входе в туннель врезалась в колонну машине погибла от от отран погибла она не сразу скончалась от ран то есть после аварии она еще была живая какое-то время но скончалась до приезда скорой но еще одна новость все вы наверное слышали задержание то есть задержан задержан был муж елены лагуновой пропавшей больше-больше года назад ведутся с ним активные следственные действия допросы естественно все тайна следствия ничего нам не говорят но единственное что сказали ведет ведутся активные допросы работают с ним следователи как говорится будем посмотреть посмотрим что будет надеемся получим скоро информацию уже буквально на днях есть сведения что он задержан якобы за что-то там другое но в ходе допросов якобы он признался но это опять же на уровне одна бабушка сказала в чем признался как признался пока непонятно скажу одно в любом случае новость тоже неоднозначная все вы знаете что сам лагунов это подозреваемый номер один в исчезновении елена лагунова и его жены ну вот сейчас так скажем новая страница этой истории пока непонятно для нас перед нами разворачивается будем будем смотреть что будет так кто подошел у нас еще индивид андрей приветствую тебя здравствуй андрей да завтра 1 сентября день знаний детишки в школу пойдут все учащиеся и студенты и учащиеся в школу пойдут все получать новые знания так вот виктория чайка подошла город муром владимирск область виктория приветствую нет татьяна непонятно сего ареста все там понятно он был задержан официально протокол задержания оформлен сегодня в 15 часов то есть он задержан официально согласно все по закону конечно всех волнует вопрос признается он или не признается покажет где спрятали тело елена лагуновой или не покажет всех всех волнует вопрос конечно же давайте посмотрим подождем немножко понятно что всех эта новость колыхнула но вперед забегать не надо давайте будем подождем официальной информации в любом случае какая-то информация просочится тайна следствия тайным следствием но так или иначе кто-то все равно проговорится что-то сольется в прессу скоро узнаем смотрите если его я просто вам рассказываю процедуру как это все проходит если его задержали за другое дело это не ничуть не мешает следователю колоть грубо говоря работать с ним и по старому делу то есть по исчезновению или налогу но он может допрашивать в любом случае и тут станет немножко дилемма ему могут предложить сделку со следствием то есть пообещают там что есть такая система по три четверти то есть он если он признается сердечно суд его не может осудить более чем на три четверти срока но представьте срок допустим за день за это дело там двадцать пять лет так вот делится на четыре части только не больше трех четверти по закону его можно приговорить называется сделка со следствием он может пойти на сделку со следствием может не пойти то есть мы не знаем как это все будет то есть тут зависит только от него пообещают что не будет пожизненного пообещают что будет три четверти досудебное соглашение заключит кстати при досудебном соглашении по три четверти следствие всегда укорачивается то есть не ведется там по полгода по два по три месяца там буквально в течение месяца процедура упрощенка идет упрощенное кто не знает и буквально за месяц все материалы сделают и в суд то есть он признается покажет расскажет ему пообещают что пожизненному не дадут то есть весь вопрос что предложит следствие Лагунову так скажу Татьяна Сахалин но это пока слухи все пока слухи официально же нам не показали нету съемок выемки тела нету ничего за гаражом под гаражом непонятно пока Лилия подошла Лилия здравствуйте Алик Федоров приветствую давно вас не было наш подписчик Альбина ничего не запрещено я так подозреваю что его допросят по полной программе и уже допрашиваются вчерашнего дня так что да взяли говорят что по другому делу то есть наш пушистый белый Лагунов честный такой горем убитый якобы у него жена пропал он весь в горе окажется занимался еще изготовлением порнографии понимаете это уголовно наказуемое деяние как нам говорят конечно мы же все как бы из телеграм-каналов узнаем поэтому пока предварительно за изготовление порнографии не исключено я выдавал версию что стояла какая-то прослушка то есть периодически записи куда-то на какой-то сервис сливались записи а потом им просто прослушивали и возможно в одном из в один из разговоров Лагунов что-то проговорился ляпнул там сказал что-то следствие сделало стойку боевую сразу ага зацепились отсюда все остальное задержание и так далее то есть возможно вот смотрите прошло больше года он свидетель не виновный официально всю горем убитый как говорится муж и где-то стояла подслужка оперативники просто послушали естественно сейчас это не будет нигде обнародовано в любом случае но сделали боевую стойку что-то услышали то есть Лагунов где-то проболтался может по пьянке может сидел с отцом где-то языками трепали что-то проболтал какое-то слово смутило оперативников настолько что пришлось его пришлось его задерживать понимаете а теперь ему эти слова предъявят то что он проболтал то что записано ну сами понимаете будет идти торговля сделка так сказать но это опять же я предполагаю я ничего не утверждаю возможно и так возможно что и по-другому Кошка Пышка Татьяна город Фрунзе он же Бишкек приветствую Татьяна вас да Лиля спасибо Евгений К здравствуйте рад вас видеть Кузбасс соседи приветствую здравствуйте так Ирина Девяткина подошла Ирина Девяткина рад всегда вас видеть убегаю работать потом посмотрю спасибо Ирина Девяткина да в записи посмотрите спасибо за лайк да ставьте лайк пожалуйста лайки не забывайте для продвижения канала не забываем также не забываем что вы можете помочь своими донатами и пожертвованиями вверху закреплена карта Сбербанка для жителей России и сервис Донаталец который работает в том числе за рубежом через сервис Донаталец находясь в любой стране можно в другой стране можно нести свои пожертвования на канал для канала мысли об истории буду очень благодарен не забывайте помогать каналу нашему историческому Татьяна Сахалин если арестовали значит раскрутят это дело да Татьяна я тоже подозреваю сам я смотрел этого Лугунова как он себя ведет ну по телевидению уже показывали сам он довольно таки хлипень хлипенький поэтому я думаю расколется долго не будет трепыхаться перспективу нарисуют скажут вот или пожизненное понимаете всегда же есть какие-то методы можно человеку предложить скажут вот выбирай вилка либо пожизненное либо мы тебе под досудебное соглашение делаем по три ты получишь только три четверти срока причем максимально естественно он выберет три четверти срока и расколется и расскажет все я так думаю мы с вами можем все предполагать ну конечно я понимаю что новость такая сколыхнула всех эйфория потому что люди хотят справедливости и я их понимаю я тоже хочу справедливости я хочу зло я считаю каждое зло должно быть в жизни наказано зло должно быть наказано понимаете поэтому люди всколыхнулись можно понять людей да уже нафантазировать что под гаражом нашли за гаражом там уже тело показал понятно что пока это не пока мы не знаем об этом много очень идет сейчас пена этой вокруг всей всплыла чуть ли не свидетели уже были там кто видел ну понятно все все это не подтверждено то есть люди выдают желаемость за действительное понимаете люди думают раз все повесил он уже признался все уже показывает где тело и так далее и так далее не факт понимаете этот процесс очень трудный долгий возможно тут все зависит от искусства следователя понимаете вернее не следователь а оперов от искусства именно оперативника оперативная работа это тоже тонкая штука понимаете они всегда все вы знаете опера работают на грани то есть на грани нарушения закона нарушать закон нельзя Но что-то, чего-то добиться Не нарушая закон, тоже иногда нельзя Они по лезвию бритвы ходят, понимаете Такая работа у пиротими И тут очень важно не нарушить закон Да, люди всколыхнулись Вот новость такая, действительно По всем пабликам она проходит Уже все, все всколыхнулись Ну, наконец-то, доколе Второй год пошел Лены нету Давайте посмотрим, что будет дальше Но скажу Все вы помните, наверное Этот вопрос по Елене Лагунову Меня уже задавали не раз На наших стримах Я сразу сказал, здесь только две причины То, что там нам втирают Она все, кто ушла, сбежала Под документы, за границу и так далее Все это бред сивой кобылы Естественно Потому что как человек, знающий жизнь Как человек, знающий криминалистику Я прекрасно понимаю Здесь только две версии должно было быть Либо нападение маньяка То есть третьего лица Естественно С последующей смертью Сокрытием тела Либо Причастность родственников Все Третьего здесь не может быть Вот только эти две версии Понимаете Ну и в данном случае Сейчас посмотрим Что будет Если Лагунов признается Все Моя версия подтвердится И всех остальных людей Значит мы думали В верном направлении Посмотрим Так что у нас в чате Если вы сейчас Да Кошка Пышка Сколько веревочки не виться Конец будет Я тоже надеюсь Что в этот раз Все таки удастся Хотя бы в деле Елены Елены Лагуновой Удастся хотя бы Понимаете Вот вы смотрите Если окажется Лагунов Что Лагунов преступник Да Покажет тело Все Что мы на выходе получаем Да Дело раскрыто Оперативники молодцы Все молодцы Что мы получаем Лагунов садится Отец тоже возможно садится Отец Лагунов Понимаете Да Может не сесть Не суть Как за соучастие За сокрытие тела Что мы на выходе получаем Мы получаем Двух детишек Сирот Мама Мама убита Папа С дедушкой В тюрьме Понимаете Мы предполагать Что такое можем Можем То есть Получается Дети получат Страшную психологическую травму Естественно Когда дети Чуть подрастут Найдутся доброжелатели Обязательно скажут им А вы знаете Что вот Ваш папа Вашу маму убил Понимаете Еще будет удар по детям Дополнительный То есть Дети останутся сиротами То есть Здесь Выход Выход очень плохой В любом случае То есть Трагедия Будет продолжаться К сожалению Дети получат Большой психологический удар Когда подрастут Пока они Неосмысленно Ничего не понимают Вот так Такой может быть Выход Расклад Как говорится На сегодня Не знаю Опять Все в области Предположений Может будет Может нет Может дождик Может снег Евгений Евгения Есть Есть Тебя не было Маша У нас На стриме Нам Простым людям Остается Только Как говорится Ждать Новостей Наблюдать Смотреть Что будет Но я всей душой хочу, чтобы тело было найдено. Я все-таки хочу, чтобы по-человечески, по-христиански Елена Лагунова была похоронена. Хотя, понимаете, сейчас страшно даже, неизвестность, нет ничего. Хотя бы могилка будет, понимаете, куда ее мама сможет приходить. Сейчас нету ничего от слова совсем. То есть преступники сожгли тело, возможно, расчленили и так далее. Нет тела. Тут я в пабликах почитал мнение, что вот, если даже тело найдут, надо будет это тело привязывать к Лагунову. Типа это долго, трудно, очень тяжело будет доказать. Так вот, выслушайте меня, пожалуйста. Как человек, который кое-что знает, кое-что умеет, кое-чем занимался, скажу вам откровенно. Поверьте мне, если он покажет, где находится тело, либо найду тело как-то, с его слов. Поверьте мне, привязать тело Лены Лагунову к нему будет вообще несложно. Сразу вам говорю, это не проблема. Так, Екатерина подошла. Катя, привет. У нас сегодня беседа с подписчиками, отвечая на вопросы, слушаю вас, то, что вы расскажете, конечно же. Поэтому просто беседа, посиделки у нас такие сегодня. Обсуждаем знаковые темы, произошедшие в стране и в ее окрестностях. Да, тут все осень обсуждают, какая будет осень, неизвестно. Понимаете, осень будет в пределах климатической нормы. Вот как у вас осень бывает, вспомните, примерно такая она и будет. Конечно, надеемся, что будет бабье лето, завтра 1 сентября, посмотрим. У нас сегодня 29, до 29 было жары, очень тепло, солнце светит, сухо. Понимаете, самое главное, сухо, дождей нет. Когда нет дождей, и осень, она прекрасна. Сегодня сидел я на улице и смотрю, так листики падают с деревьев, желтые уже падают. Ну, вот падать начали, да. Посидел, понаблюдал за деревьями, за птичками, как это все. Подумал о вечном сегодня. Поразмышлял, так посидел. Ну, интересно очень. На природе, так сказать. Скверики. Иногда нужна тишина, отрешиться от всех проблем, сами понимаете. Просто посидеть, подумать, поразмышлять. Как жить дальше, что делать дальше и так далее. Иногда полезно бывает. Вот сегодня я посидел, так, полчасика на улице. Аида, у нас в 2010-м ноябрь был, мы купались, обычно уже снег. Ну, Аида, по-разному. Бывает, да, согласен, год на год не приходится. Из общего, как говорится, выбиваются. Аномальные, скажем так. Как-то термин придумали такой. Татьяна Тадим. У нас вторые сутки льет плюс 10, очень резкое похолодание. Ну, вот вам не повезло, Таня, в Ленинградской области. А у нас жара стоит, солнце ценными днями печет. И не облачко, и не ветерка. Вчера вообще была духота страшнейшая. Я вчера домой шел с работы, чуть не изжарился. Пока до дома дошел. Просто шел домой с работы. Вот она, Западная Сибирь. Жарче, чем в Сочи. Светлана Ефимова, Санкт-Петербург. Светлана, здравствуйте. Мария пишет. Олег, не было возможности, к сожалению, по врачам. С наступающей осенью, в мое любимое время года. Везти некого завтра в школу. Но все, детишек с праздником. Вчера жарища была. Понял, Маша. Ничего страшного. Ладно, осень. Надеемся, что будет теплой. Все-таки без дождей. У нас вот тоже как-то интересно в Западной Сибири. Если дожди начинают лить в сентябре, все, весь сентябрь ливень. То есть, считай, осень накрылась медным тазом. А бывает, что вот бабье лето действительно с 1 сентября, как солнце греет солнышко. И так хорошо на улице. И почти весь сентябрь и в октябре даже бывает. То есть, затяжное такое бабье лето. По-разному. Не знаю. Вот сейчас посмотрим. Завтра будет 1 сентября. Посмотрим, что будет за осень. Так, Галина Котлова подошла. Здравствуйте, Галина Котлова. Поэтому очень советую, если осень теплая, выходите на природу, в сквере, в лесу. Послушайте пение птиц, послушайтесь природу, подумайте о вечном, о себе. Размышлять это интересно бывает. Я сегодня очень много размышлял, посидел. Ну, по старому стилю Аида Гафарова, да. По старому стилю согласен с вами. Так, спасибо за лайки. Лайки поставили не все. Смотрю, в засаде сидят. Со стороны пришедших не наши. Лайки. Поставили уже лайки. Спасибо всем. Так, зрители подтягиваются. Неплохо. Екатерина, жаль, мое любимое время года так быстро пролетает. Да, Катя, ну, все относительно. Мы когда чего-то ждем, наступление, чтобы оно быстрее наступило, ждем-ждем. Вроде наступило, а вроде раз, уже и пролетает. Да, есть такое. Я тоже люблю очень лето. Лето вообще мое любимое время года. Весна, лето. Ну, лето особенно, потому что летом тепло. Солнышко, травка зеленая. Не мерзнешь. Лето есть лето. Да, Семен Марковский, вот, написал слова такие романтические. Лето, прощай, бабье лето еще. Да, бабье лето ждем, Семен, конечно же. Ну, еще песня есть, у природы нет плохой погоды. Каждая погода благодать. Поэтому кому-то нравится лето, как Екатерине, мне тоже нравится. Кто-то осень любит, кто-то зиму любит, кто-то весну. Все люди разные. У всех разные пристрастия, разные желания. И это нормально. Кому что нравится. Кто живет в южных широтах, им все не хватает снега. Они все мечтают там снежки поиграть, снег, чтобы выпал. То есть, чтобы зима. Они не понимают, что такое жить постоянно пять месяцев в зиме. А кто, как мы живем в пять месяцев, когда у нас зима постоянная. Причем нормальная зима такая. Утром встаешь на градуснике 39, а то и 42-41. И из дома выходить не хочется, а на работу идти надо. Вот и представьте. После такой зимы никакой зимы не захочешь. От слов совсем. Наверное, все познается в сравнении. Маша пишет. Олег, сегодня узнал о поверхностно про мужа Елены. А то, что прослушку поставили, не предъявит. Им можно ставить, когда подозреваю, но нет доказательств. Мария, понимаешь, есть такое слово. Оперативные методы ведения следствия. Оперативные методы предполагают. Подглядывание, подслушивание и так далее, и так далее, и тому подобное. Да, нужно официально взять разрешение. На установление прослушки и так далее. Ушестоящего начальства. Начальство должно это согласовать там еще со своими вышестоящими. Но есть такие негласные методы, когда ничего не согласовывается. Вот и все. А потом можно сказать, да, стояли микрофоны, а мы забыли их снять. Один в отпуск ушел, тот уволился, третий заболел, все и забыли. Мы не знали. А тут случайно проверяли аппаратуру, щелкали, включили, а там звук идет. Послушали, а там запись идет прямо из квартиры Лагуновых. Ну, решили записать, послушали. И услышали такое. То есть, понимаешь, Маша, всегда можно что-то сказать. Оперативные методы, они на то, они и оперативные, что они тайные. Они не разглашаются. Как это стояла прослушка, где она стояла, естественно, нам никто никогда не скажет. Но, скорее всего, субъекты Лагуновые, его отец или он сам, что-то ляпнули в пьяной беседе, где-то застоли, не знаю. Где-то что-то сказали. Там достаточно двух-трех слов, естественно. Оперативники поняли, надо хватать срочно. И колоть пока, кусть железа пока горячо. Поэтому так он был в срочном порядке и задержан. Да, доказательств нету пока. Аида Гафарова за нарядные одежды осень солнцу отдала улетевшие надежды долгожданного тепла. Блок. Аида Гафарова, вот вы невольно продиктовали стихотворение. Я знаю это стихотворение, я его помню. Моего любимого поэта Александра Блока. Спасибо вам большое. Я очень люблю творчество Александра Блока, считаю его одним из лучших русских поэтов. Для меня Блок всегда был дорог, Александр, его творчество. Ветер, ветер, белый снег, идут 12 человек. В белом венчике изрос, впереди Иисус Христос. Прекрасные слова. Спасибо, Аида Гафарова, напомнили о моем любимом поэте Александре Блоке. Любовь Беляева, понял вас. Ну ничего страшного, в любом случае день знаний, детишки идут в школу, дети ваших друзей, знакомых, внуки. Начинается новый учебный год. Это событие в любом случае. Так, Екатерина спрашивает. Олег, на других стоянках у дятловца был оставлен какой-то мусор, банки, например, ведь там тоже с металлоискателем можно походить. Екатерина, отвечу так, на других стоянках отмечался какой-то мусор, в любом случае никто с собой эти банки не тащил, что-то обжигалось в костре, что-то зарывалось, никто не таскал с собой, не было тогда пакетов для мусора, понимаешь, Екатерина. Поэтому если дятловцы открывали консервы какие-то, а они их безусловно открывали, у них были с собой банки, поэтому они оставались там, вот и все. Все вы знаете, если банку просто бросить, она как бы может сохраниться подольше, а метод для уничтожения, чтобы она быстрее проржавела, в костре обжигается банка, то есть покрытие, которое на банке, цинк, он сгорает, и банка остается простой там металл, сплав, и она быстрее ржавеет, то есть разлагается в природе естественным способом. Поэтому если есть время, банки обжигаются, если нет, просто зарываются куда-то, вот и все. Поэтому дятловцы мусор с собой, конечно же, не тащили. Все зарывалось, естественно, они не бросали где-то на снегу, где-то зарывалась яма, выкапывалась, закидывалась туда, и все. И не только дятловцы, почитайте отчет Бардина и Шулешко, москвичей. Бардин, напоминает, а мастер спорта по туризму, Шулешко, перворазрядник. У них зимний поход был, так же оставалось, консервы вскрывали, банки оставляли. Возможно, и не одну даже. Владимир Крафт подошел к моему подписчику. Владимир Крафт, здравствуйте. Приветствую вас. Екатерина, я не слышал пока еще про прослушку Лагуновых. Можно вкратце? Екатерина, рассказываю вкратце. На одном из телеграм-каналов, паблике, было что-то прямо так и написано. Я не знаю, за что купил, за то и продаю, как говорится. Так было и написано. По результатам прослушки семьи Лагуновых был задержан Лагунов. Вот и все. Что за результаты прослушки, что там они сказали, не знаю. То есть, это было в одном из пабликов написано. Правда это, неправда, за уши притянуто, не знаю. Я просто этот вопрос комментирую. То есть, если стояла прослушка, то возможно, что-то ляпнули. Это ускорило задержание Лагуновых. Но представьте, прошел год и месяц, да? Прошел после исчезновения Елены Лагуновых. Я считаю, убийство и гибель. Ладно. Год и месяц. Все, он был в статусе свидетеля тишина. Жил, пировал, жировал, как говорится. Все. Божий одуванчик, невинный агнец. По передачам ходил. Все. А тут ни с того, ни с сего его задерживают. Ну, наверное, не просто так, правильно? Вот что касается прослушки. Маша, Олег, он улыбался на передаче, когда про жену рассказывал. Ужас, согласно, сколько ниточки не веся. Да, Маша, я... Просто многие из вас... Понимаете, когда человек кого-то в жизни терял из родных... Кто терял родных, меня сейчас поймет. Маша меня поймет и другие. Когда ты теряешь родного человека, ты и полгода, и год не улыбаешься. Понимаете? Но нет у тебя такого желания улыбаться. А когда субъект улыбается, явно вызывает подозрение. Мы же не называем его преступником. Мы, как говорим, подозреваемым. То есть, мы подозреваемым. Потому что нормальный человек с нормальной психикой, если он не сумасшедший, не психбольница, он улыбаться не будет, когда будут говорить о его жене, исчезнувшей, скорее всего, погибшей или убитой. Это, между прочим, родной его человечек. Это жена его. Двои детей, которые ему родила. Понимаете? А он сидит рвальяжно, откинулся ногу на ногу, улыбается. Уже закрадывается подозрение. Он не психически больной, вменяемый. Справка есть, что он здоров психически. Аида Гафарова. Хороший вопрос, кстати, исторический Аида задает. Видно, человек подготовленный, почитала. Олег, как вы думаете, в деле Тухачевского есть причастность к Лилии Брик? Ведь она жила с Примаковым, который по делу проходил. Аида Гафарова, скажу вам так. Как правило, следствие в то время НКВД применяло для этого, то есть для изобличения нужных им якобы преступников, в кавычках, привлекало часто очень женщин. Лилия Брик, у нее биография неоднозначная. Да, она с Примаковым жила, и не только с Примаковым. Там у нее были контакты с самими НКВДшниками. Скажу так, Аида Гафарова, я подозреваю, что причастность Лилии Брик какая-то есть. Давайте так. Слишком хорошо я знаю биографию этой женщины. Ну, а Примаков все вы знаете. Примакова первого задержали из-за вечера до полусмерти. То есть не давали спать, грубо говоря. Пытка сном самая страшная, понимаете? То есть, когда он начинал спать, его просто, говоря, дубинкой в затылок по голове били, со всей мочи. И когда его после 12 дней без сна, ну, представьте, почти полмесяца без сна человек провел, он просто уже как в тесто превратился, велотекущее такое, расползающее мороженое. И подписывал все, что ему там писали. Он даже ничего не писал, он говорить не мог. То есть, следователи пишут, такой-то, такой-то причастный, и Примакову ручку дают, двое под руки Костоломов держит его, и он ставит там, пишет, Примаков подписался. Дальше следов, следующий вопрос пишет, он дальше пишет. И вот из его брения потом все были арестованы. Больше года его держали и пытали. Аида Гафарова больше, больше оно не будет. Кошка-пышка, мой папа умер в 60 лет, до сих пор мне его не хватает, сердце тоскует о нем. Да, кошка-пышка, я вас очень понимаю, Татьяна. Очень я вас понимаю. Примите соболезнования мои. Аида Гафарова, хорошую книжку вы мне рекомендовали. Понял, Аида. Ну, я вам говорил, книжка интересная. По этой книжке можно историю страны изучать, практически. Имею в виду, страны, начиная с революции, до революции, до наших времен. То есть, она из трех частей состоит, там все есть в ней. Аида Гафарова, я бы вообще эту книгу рекомендовал для изучения в школах по истории. В качестве не классного чтения, я не знаю, но в любом случае, в школьную программу я бы на месте Министерства просвещения, образования, эту бы книгу ввел в школьный курс, чтобы дети знали, чтобы после школы выходили не жертвы ЕГЭ, которые чекрыжики ставят в тестах бездумно, лишь бы 100 баллов набрать мифической, а чтобы выходили дети, чтобы были думающие, знающие истории, понимающие, как это получилось, из чего это получилось, какие предпосылки были к такой ситуации, какие предпосылки сложились вот на данное время, понимаете, имеется в виду, период до революции и до нашего времени. Татьяна, не переживайте, Сахалин, не переживайте. Оно уехало в унитаз, туда же, где и мое место. Дерьмо должно быть, дерьмо, вот это дерьмо туда и уехали. Ну вот Аиде Гафарове понравилась книга, я Татьяна Тади еще хотела из Пушкина почитать, я советовал, почитайте книгу, очень интересная. Кто хочет знать правдивую историю нашей страны, почитайте эту книгу, не пожалеете. Вот Аида Гафарова читает и ей нравится. Восполните свои знания, какие-то пробелы в истории, если чего-то не помните и не знаете, почитайте ее. Очень интересная книга. Тем более, это не художественная книга, это написана книга на основе документов. Человек работал в архивах, имел доступ в государственные архивы, закрытые для других. Этот человек туда доступ имел. Поэтому на основании документов он сидел месяцами в архивах и потом написал эту книгу. То есть, книга документальная. Приводятся диалоги, состоявшиеся между историческими личностями, потому что эти диалоги были записаны на бумаге. Секретарь их записывал, они вошли в книгу также. Так, кто подошел? Надежда Юрьевна Морева. Надежда Юрьевна, здравствуйте, город Череповец. Рад вас всегда видеть. Хорошая наша подписчица. Арида Кафарова, начинаю читать вторую, значит, их всего три. Да, там еще третья часть, посмотрите потом. Ну, может, у вас книжка, я же не знаю, какая у вас книга, может, она объединена все вместе. Поэтому очень рекомендую вам эту книгу. Пожалуйста, прочитайте, получите ответы на многие вопросы. Вот как я вам говорю, почитайте, посмотрите, пожалуйста, мои видео, стримы, которые на нашем канале находятся. Сначала прочитайте, как шло наше расследование, как мы потихоньку подбирались к этому. И тогда все ваши вопросы просто отпадут, улетят. Потому что там есть все ответы в моих стримах, в моих видео. То же самое и после прочтения этой книги. Вы получите ответы на многие ваши вопросы, которые вас терзают, мучают там, или что-то вам интересно узнать. Поэтому очень советую. Арида Кафарова сейчас читает эту книгу. Так, за лайки спасибо. Ну, а что касается еще раз дела Елены Лагуновой, я думаю, скоро, прям совсем скоро мы узнаем, что там конкретно, по факту. Думаю, скоро все прояснится. Уверен в этом. Да, задавайте ваши вопросы, давайте обсудим. У нас сегодня беседа с подписчиками. То есть вы пришли ко мне побеседовать, пообщаться, задавать вопросы. Давайте поговорим. Что бы вы хотели еще узнать, уважаемые мои зрители, подписчики. Давайте обсуждать с вами исторические события. Все, кроме политики. Арида Кафарова, вы обещали Нюрнберг. Арида Кафарова, я не обещал, здесь у меня заявка, сделать стрим по Нюрнбергу. Это отдельный стрим будет, конечно. Да, это заявка. Обязательно будет у нас стрим по Нюрнбергскому процессу. Потому что материала очень много. Очень много нужно рассказать. И не то, что в Википедии для вас написано будет. А кое-что будет интересное. Татьяна Сахалин, по Лагуну, адвокат странно себя ведет. Татьяна Сахалин, ну адвокат себя ведет, как он считает нужным себя вести. Да, для вас кажется странным, а по адвокатской, допустим, работе у них считается это обычным делом. Понимаете, мы же не знаем всех нюансов адвокатской работы. То есть там есть какие-то хитрости, какие-то свои, понимаете. Эти хитрости адвокаты, я так думаю, применяют успешно. Кошка-пошка, у Елены Лагуновой двое детей. Старшенький и младшенький. Младшенькая, да. Две дочери. Но старшая тоже небольшого возраста, поэтому вряд ли она что помнит. Две доченьки у Елены, да. К сожалению, без матери остались. Печально, страшно. Ну, надо об этом говорить. А не строить какие-то эмпирические замки, что сбежала, все, кто попала, вернется. Понимаете, как правило, ни одна, если она не алкашка, не бечевка там, не ведет антисоциальный образ жизни, ни одна мать, двух дочерей никогда, жизни никогда не бросит, понимаете. Никогда не бросит. Нет прецедентов, чтобы нормальная женщина, проживающая в нормальной семье, ни с того ни с сего бросила двух дочерей, тем более маленьких, вообще двух детей. Это нонсенс, понимаете. Если бы она хотела уйти от Лагунова, допустим, он был там домашним тираном, достал ее и так далее, либо она где-то там на стороне, как говорится, познакомилась, новый мужчина в ее жизни появился, в любом случае мать детей всегда с собой заберет. Не бывает такого, чтобы мать свинтила куда-то, я имею в виду нормальная мать, а детей бросила, такого не бывает. Да, бросают, но это, еще раз говорю, это алкашки, бечевки и антисоциальный элемент. Лена Лагунова к таким явно не относилась. Она была нормальной матери. Поэтому раз ее нету, это явно против ее воли, понимаете, да? Она не сама исчезла. То есть здесь только либо криминал, убийство с сокрытием тела, с последующим, так же, как с Ириной Сафоновой, которая 13-й год уже, кстати, в сентябре будет 13 лет, как убили ее и тело скрыли. А убийцы гуляют до сих пор на свободе. Да, так же и в нашем случае. Прошел год и один месяц, а воз и ныне там. Елены нету, детишки остались, дочки без матери, пока они этого, к счастью, не понимают или, к сожалению, не знаю уж, что здесь. Но пока не понимают. А скоро начнут вопросы задавать, понимаете? Особенно старшая подрастет, начнут вопросы задавать. А где моя мама? Она же помнит свою маму? Помнит. Ребенок может маленькие детали не помнить, но она прекрасно, зрительно помнит, как ее мама выглядела. Кошка-кошка, как тяжело детям без мамы? Я росла без мамы с 4 до 7 лет, эти годы невосполнимы. Конечно, Татьяна, это трагедия. Я считаю, у каждого ребенка обязательно рядом должна быть мама. Потому что материнскую любовь, как бы мы ни говорили, ничто не заменит. Никакие супер воспитатели, супер лучшие, там суперчеловечные победители конкурсов, там учитель года и так далее, не заменят ребенку маму. Мама – это мама. Материнская любовь безгранична. Все вы прекрасно понимаете. Совершенно верная Надежда Юрьевна Мурева. Детей память хорошая. Она может мелкие детали не помнить, но основную канву, именно как выглядела ее мама, старшая дочка, я думаю, помнит. И начнет скоро задавать вопросы, через год, через два. И надо будет очень подумать, как ребенку ответить. Мама уехала, улетела, или как, что ребенку сказать? Любовь Беляева. Олег, почему дату окончания Второй мировой войны перенесли со Второго на Третье? Любовь Беляева, дату перенесли, потому что так решили за рубежом. То есть делегации правительств, Франция, Англия и Америка собрались и почему-то решили перенести на Третье. То есть это желание за рубежных стран. Нас никто не спрашивал, естественно. Там они у себя решили, почему-то вот им показалось, что вроде все-таки Третьего. Посчитали, что там какие-то еще были вооруженные столкновения и так далее. Ну, давайте на Третье. Удобное число, Третье число оказалось для Западного мира. Особенно французы там, лягушатники напирали, вот им прямо надо было, чтобы Третьего. Давайте перенесем. Все, делегации собрались, там они голосование даже какое-то между собой провели. Руки проголосовали, все дружно. Все согласились, давайте на Третье. Вот так это было, Любовь Беляева. Мария, так, секундочку. Мария, Олег, поражаюсь, очень много историй, когда муж, жену бывает потом и себя, и детей, и недавно видела в новостях, вот живут по 10 лет, а потом вот так, ляко муж, страшно все это. Маша, конечно, страшно. Конечно, страшно. Да, есть такие случаи, Маша, согласен. Люди живут душа в душе, 7, там, 5 лет, 10 лет. А потом происходит какой-то конфликт, как говорится, находит коса на камень, и у кого-то срывает, как говорится, крышу, либо срывает ориентиры, всякие тормозящие причины, и человек просто выходит из себя. Что его толкает на это? Это психиатр, это психико-психология. Никто вам точно не скажет, даже профессора за голову берутся. То есть человек скрывается с катушек и совершает тяжкие преступления. То есть муж, жену убивает, жена мужа убивает и так далее. Это страшно, конечно. Страшно. Но катализатор всегда, как обычно, не действие, а именно слова. Всегда начинается со словесных перепалок. Люди разучились контролировать свои слова. Люди языком метут, извините за выражение, что попало, совершенно не отвечая за свои слова. Всегда надо себя контролировать. Думай, что ты говоришь. Если ты тяжко оскорбишь человека, ну, готовься получить в ответку что-то, понимаете? Потому что бывает человек не будет долго рассусоливать, а возьмет ножик тебе, воткнет к тебе и так раз шесть и все. И вместе с кровью вытечет жизнь, пока скорая будет ехать. Это все чревато. Контролируйте вашу речь, следите за языком. Недаром говорят, слово вам можно обидеть, гораздо тяжелее ударить, понимаете? Кулаком ударишь одно, а слово можно так ударить, больнее, чем кулаком. Да, Маша, я с тобой согласен, и такое бывает, да. Так, Аида Гафарева, я про это место вам сейчас расскажу, я понял ваш вопрос. Это в Кемпиене, во Франции, лес Кемпиенский. Туда проложили рельсы, поставили вагон. Расскажу сейчас вам. Так, Кошка-Пышка, я очень болела, мама родила сестренку, меня отослали в Сызрань к бабушке, а мне очень обидно. А у мамы другая дочка, я лишний. Кошка-Пышка, я согласен, это детская ревность, есть такое. Дети ревнуют братику к сестре, потому что, когда в семье рождается еще один ребенок, то есть братик или сестренка, старший ребенок, начинает понимать, что все внимание маленькому, он недопонимает, что грудной ребенок, ему нужно очень много внимания, круглосуточно, каждый час, а ребенку кажется, что мама от него отвернулась, мама его забросила, начинается детская ревность к этому малышу. Некоторые дети даже начинают ненавидеть своих младших сестер и братьев, потому что им кажется, все, любовь матери перетянула туда. Есть такое, Татьяна, да. То, что вас отослали, тут я не знаю, это принято было решение в семье, почему, не знаю почему. Я бы так не делал, скажу честно, мое мнение, я бы так никогда не сделал, потому что дети должны быть вместе, братья и сестры должны вместе расти. А детскую ревность можно победить, нужно просто разговаривать с ребенком и разговаривать конкретно по факту, то есть садиться и разговаривать, сесть с ним и объяснить. Ты понимаешь, вот эта кроха, она такая же, как и ты, она просто требует очень много внимания. Это не значит, что я тебя не люблю, я вас обоих люблю. Просто сейчас немножко ей больше внимания, но я тебя тоже люблю обязательно. Скажите своему ребенку, понимаете? Сразу детская ревность куда-то улетит. Нам нужно разговаривать с детьми. Да, Ида Гафарова, сейчас отвечу на ваш вопрос. Немцы мирные договоры с французами еще капитуляцию подписывали в каком-то вагоне, что это за место. Значит, смотрите, Ида Гафарова рассказывала, когда немцы проиграли, кто не знает, Первую мировую войну немцы проиграли, Германия капитулировала перед странами Антанты, то есть подписала перемирие. Так вот, капитуляция Первой мировой войны Германии была подписана вот в этом вагоне. Это простой вагон. Взяли вагон, захотелось Антанты, странам Антанты, то есть Англии, Америки, Франции подписать именно в вагоне. И они привели немцев в эту делегацию в вагон, и в вагоне подписали, то есть немцы подписали капитуляцию, то есть все, война закончена. Так вот, когда немцы заняли, а вагон этот каким-то чудом там на задворках сохранился во Франции, и когда немцы вошли, заняли Париж, и Францию все оккупировали, Гитлер приказал в качестве издевательства, то есть ответки, так сказать, отомстить французам, именно лягушатиков он не любил больше всего почему-то, нашли этот вагон, подогнали в Кемпиенском лесу, то есть Кемпиен, есть место во Франции такое, поставили этот вагон в лесу, то есть рельсы туда провели, и там маршал Петен, то есть представитель французского государства на тот момент, маршал Петен, руководитель Франции от имени руководства, как раз подписал, что Франция капитулирует, то есть все, она отдает всю территорию Германии, и так далее, и так далее, и так далее, и вот немцы, как бы в издевку, нашли этот вагон, не поленились, то есть там рыскали везде разведка, гестапо, раскопали правдами, неправдами этот вагон, как-то он сохранился с 19-го года, вот считайте, а это был 40-й год, ну ты представьте, 21 год этот вагон стоял, ну, они его подкрасили, подновили, и в этом вагоне французы, позорно, ну это позор для Франции, потому что маршала Петена до сих пор ругают, потому что он пошел на сотрудничество с Германией, был коллаборационистом, то есть Штрессбрехером, сотрудничал с немцами, и подписал, типа, капитуляцию, а полковник Деголь с армией, не хотел капитулировать, поэтому он ушел в леса, и организовал движение сопротивления, полковник Шарль Деголь, напоминает, а тот, кто сидел в лагере в Истембурге, вместе с нашим, тогда поручиком Тухачевским, в плену они были вместе, так оказались в одном бараке, и долгие месяцы провели в беседах, то есть Деголь прекрасно знал Михаила Николаевича Тухачевского, и очень ценил его, характеризовал как одного из лучших умов военных эпохи, но это несу, это я отступление небольшое делаю, вот, а маршал Петен, его ненавидит во Франции до сих пор, то есть он считается, как бы, предателем, подписал, вот в этом вагоне, вот так это было Ида Гафарова. Екатерина, дочка может что-то помнить, не понимает, подрастет, осознает, расскажет. Екатерина, возможно, давайте вот предположим, возможно расскажет, а возможно и не расскажет, мы же не знаем точно. Ну, как вариант, Екатерина, да. Семен Марковский, спасибо написал, на днях у нас юбилей, два года как появились, сколько дней и ночей с капитаном пережили, все время считали, сколько прошло, все верили и знали, что это только начало. Совершенно верно, Семен Марковский, я всегда все стримы заканчиваю фразой, все еще только начинается, поэтому, да, друзья. Спасибо, Семен, что напомнил, у нашего канала скоро два годика исполняется, мы еще, маленький, молодой канал, только-только начали расти. Да, и Дегафарова, это тот Деголь один был, Шарль Деголь, совершенно верно, золото он забрал, совершенно верно. Потом стал генералом и со временем стал президентом Франции. Шарль Деголь, французы его очень любили, уважали. Он возглавил движение сопротивления и все эти годы боролся с немцами, то есть руководил партизанским движением, только он назывался не партизанское, а движение сопротивления. Засылали много гитлерских агентов, чтобы убить Шарля Деголя, подводили к нему убийц, но так ничего не получилось у них. Потому что это знамя, это символ был сражающийся Францией Шарль Деголь. Одно его имя наводило страх на немцев. А убить его они так и не смогли. Кошка Пышка. Сестру свою очень люблю, дружны, хорошо бы еще брать, но не получилось, увы. Ну понятно, Кошка Пышка. Как в жизни выходит, тут не загадаешь. Виктория Чайка могла запоминать подсознательно, могла не запоминать, не знаю. Да, Ида Гафаева, спасибо, спасибо. Я просто видел это место в Кемпинском лесу, есть фотография, вагон этот, двухосный вагон, пассажирский, то есть это не для перевозки грузов, а там сиденья, то есть столики, сиденья, двухосный вагон обыкновенный. И вот там маршал Петен подписал что он сдается Германии капитуляцию, за что его весь народ Франции до сих пор ненавидит, считает предателем. Но грубо говоря, для Франции маршал Петен, это вот как у нас ругают генерала Власова, который предал родину, пошел в служение немцам, то же самое Петена во Франции, терпеть не могут, то есть его имя там очень ругательно вспоминают, если вспоминают. Скажите французу, кто такой маршал Петен, он ругаться сразу же начнет. Считается предателем Франции. Да, Виктория Чайка, вы это прямо запомнили, ну здорово, интересно. Интересное у вас воспоминание, Виктория Чайка. Лена Кипер пишет, американцы не смогли простить Деголь, что он смог забрать золото Франции. Лена Кипер, вот ты пишешь, американцы не смогли простить Деголь. А кто такие американцы? Они что, пупы земли что ли? Или самое главное на земле? Деголь забрал золото Франции, все, он имел на это право. То, что там думают американцы, это дело десятое. Президент Деголь, Шарль Деголь, честный человек. И он все делает для Франции, великий президент. До сих пор его вспоминают доброе слово французам. Поэтому, то, что думают американцы, их проблемы личные. И прощают они, не прощают. Так, Виктория Чайка, обряд крещения всплыл в моей памяти лет десять. Бывают такие воспоминания, да, Виктория? Удивительно, как вы это запомнили, 6 месяцев очень практически невозможно. Я вот себя вспоминаю, когда нам было пять лет, но я и то частями, так, частично некоторыми сценами помню, там, День Рождения праздновали, когда мне пять лет исполнилось. Но полностью все, конечно, я не помню. Так уже в садике, в подготовительной группе помню, частично тоже. Все воспоминания, в основном, понятно, там, со второго, третьего класса уже более-менее что-то помнишь. Лена, Олег, это понятно, я сущности? Ну, понятно, Лена, все мы знаем сущность того, о чем ты говоришь. Мы политикой не занимаемся, конечно, мы вспоминаем историю, но у нас в истории просто бывают события, которые мы вспоминаем. Это не политика, это просто история, в частности, мы вспомнили, как Шарль-де-Голь смог золото забрать, совершенно верно и правильно сделал. Извините, с какого перепуга золото Франции должно где-то лежать, оно должно на государство работать. А Шарль-де-Голь был государственником, кто не знал. Великий президент французский. Его даже враги уважали. Ребенок хорошо запоминает эмоциональные моменты, особенно страшные. Ну, возможно, Катя, возможно. Да, Таня Сахалинна, обычно дети начинают помнить отдельные моменты с 5 лет. Вот и у меня также, Таня, да, я с 5 лет так отдельные моменты помню, там 5-6 уже что-то. А до 5 лет практически редко только знаю как какие-то обрывочные страницы. Аида Гафарова. Сейчас в истории мало личностей, одни посредственности. Ну, Аида Гафарова, возможно, возможно и так, да. Возможно. Просто мы с вами вспоминаем исторических деятелей той эпохи, то есть, понимаете, да, революция, после революции, гражданская война, война, послевоенная. Очень много же было всяких событий произошло в то время. Безусловно, историческая личность была президент Кеннеди, Джон Кеннеди, которого тоже убили, причем свои же, о чем я рассказывал, стрим у меня есть, как убивали Джона Кеннеди. Тоже историческая личность. Так, Джон Кеннеди замахнулся на федеральную резервную систему США, которую доллары выпускает, понимаете. Он решил под контроль государства эту систему полностью забрать. Грубо говоря, национализировать. То есть, покусился на святое толстосумов, то есть, на доллар. Им это не понравилось, все. Наняли киллеров и убили Джона Кеннеди. У меня есть стрим по этому поводу, можете посмотреть. Я там показал, с каких точек в него стреляли и откуда были выстрелы. Шансов у него не было. Там поставили несколько человек и расстреливали в упор. Али Харри Освальд, он не виноват. Он вообще в машину не стрелял даже. Его просто купили за долю малую, сказали в окно высунуть винтовку и три раза выстрелить. Он высунул винтовку, выстрелил, сказали потом убегать. И он убежал. То есть, в темную использовали, обещали денег хорошо. А потом зачистили. Вот и все. Разыграли, сказали, хотят разыграть друзей, надо вот в окно вытащить винтовку, три раза выстрелить. Просто в небо стреляй и все. Ну, он и пальнул, и убежал. Нам говорят, что когда его пытались задержать, он застрелил полицейского. Это неправда. Полицейского застрелили и другие люди, которые за Освальдом следили. Этот Освальд, он не в состоянии вообще был в полицейского даже стрелять. Когда его полицейский подозвал к себе, он штаны наложил от страха. Полицейского зашли сзади, в затылок выстрелили. Тоже люди специально, которые пасли Освальда. Он шел в кинотеатр, чтобы деньги свои получить. Гонорар. За шутку в библиотеке, что выстрелил в окно. Но свалили, подкинули ему пистолет и сказали, что это Освальд. Офицер полиции застрелил. Как он не пытался кричать, что это не он, ему не поверили. А потом Освальда зачистили, все вы знаете. Вот и все. Лучший способ концы ввода. Убрать. Да, я на стриме об этом рассказал. Там все понятно. Так, Эйда Гафарова, командире, отказал создать США аэропорт, Югославия. Говорил с обеих сторон, мы даже имени не помним. Эйда Гафарова, ну, имя его не на слуху, но есть об этом сюжет, я знаю, что это такое, да. Наши десантники, когда аэропорт заняли, через какое-то время туда силы НАТО пришли, объединенные, американские, английские. Ну, в Великобритании там был контингент больше всего. И там английский генерал пошел на встречу с нашим подполковником и сказал, что если вы не уберетесь, мы в атаку пойдем. А подполковник сказал, попробуйте. И когда, говорит, генерал Великобритании посмотрел в глаза нашего подполковника, десантника, он понял, что это одно из последних мгновений его жизни. Развернулся и дал по радиостанции команду «Уходим», и они ушли. Даже без стрельбы, даже стрельбы не было. Кошка-пышка. Зрительная память сильнее. Я нарисовал маме обстановку нашей коммунальной комнаты. Она удивилась. Мне было тогда три года. Ну, здорово. Здорово. Татьяна, я удивляюсь вашей зрительной памяти. Это прямо здорово. Удивительно. Андрей Севков подошел, наш уважаемый зритель, подписчик. Андрей, приветствую тебя. Привет. Давно тебя не было. Рад всегда тебе на нашем канале. Располагайся. У нас сегодня беседа с подписчиками. Общаемся, посиделки. Отвечаю на вопросы. Слушаю своих зрителей, что-то мне рассказывают. Тут интересно. Сегодня Кошка-пышка сейчас рассказала. Да, поприветствуем Андрея, нашего постоянного подписчика и зрителя. Андрей, он хороший человек, уважаемый человек. Поэтому давно просто его не было. Это наш постоянный, самый зритель, старый подписчик наш. Конечно, мы всегда ему рады. Понимаете, понимаете, есть люди, вот, хорошие именно по человеческим качествам своим, понимаете, по жизни такие хорошие. Вот Андрей, как раз такой, по жизни очень хороший человек. Я его знаю, поэтому говорю то, что есть. А как он поет, вспомните его песни на нашем канале. Они еще будут, кстати. И стихотворения он пишет, стихи тоже будут. Анонсирую. Скоро будут. То есть, Андрей талантливый человек, прекрасно на гитаре поет. Сам сочиняет песни, сам их исполняет. Спасибо ему большое. Наши подписчики знают, как Андрей поет. Скоро я сделаю стрим. Будет тоже на тему, по заявке наших подписчиков. Там прозвучат стихотворения нашего Андрея Севкова. И песни у Андрея будут. Обязательно. Вот хорошо, когда люди приходят, понимаете, старые наши подписчики с нашим каналом, который очень давно, практически сначала. И вот приходят люди, уже такой коллектив складывается. Хороший, добрый такой, дружественный коллектив. Наверное, это неплохо. Так, Семен Марковский, что 5 сентября только одно число, один лист календаря, было и так прошло. Отмечаем, как день рождения канала «Мысли об истории», как прошлое и за начало. Понял, Семен, спасибо тебе. Хорошие слова написал. Да, Семен напоминает, что 5 сентября день рождения нашего канала. Естественно, в этот день я выйду в эфир. Естественно, у нас с вами будет праздничный стрим, конечно же. Праздничный стрим будет с сюрпризами обязательно. Так что приходите, это будет понедельник, день тяжелый, но это будет 5 сентября. Два годика нашему каналу исполняются. Мы еще маленькие, мы только растем, развиваемся. То есть, ровно два года назад, 5 сентября, я вышел в эфир с первым своим видео. Можете его посмотреть, оно есть на канале, где я провернул сведения о Николае Золотареве, я назвал в паутине лжи, что Николай Золотарев не предатель, никакой не полицаи, никогда он не расстреливался никакими трибуналами. Это бред и провокация, документы фальсифицированы. Причем даже не документы, а интернетовский фейк. Я это доказал в своем видео, можете посмотреть. Это самое первое видео на канале Мысли об истории. Мои подписчики, кто давно на канале, прекрасно знают. Кстати, по Николаю Золотареву у меня будет еще стрим. Мы эту тему не закончили, не закрыли. есть очень интересное сведение, интересная гипотеза, где Николай Золотарев, будем с вами об этом говорить. пока сохраню интригу, не скажу ничего, но думаю, будет вам интересно. Приходите. Попробуем с вами проследить, посмотреть, куда пропал Николай Золотарев. Напоминаю, брат Семена Алексеевича Золотарева, дятловцы. Старший брат. Кошка Пышка, отличный канал, интеллектуальный, добрый. Спасибо, Татьяна, спасибо. Татьяна, я помню, вы одна из самых первых подписчиков моего канала. Первое видео я снимал, вы приходили уже. спасибо, Татьяна. Так что впереди, друзья, еще много интересного, анонсы еще будут. Да, Андрей, я не знал, что ты поменял номер. Звоню тебе по-старому, дружище, что-то не мог дозвониться. Ты, пожалуйста, с нового номера мне смс-ку отправь, если тебе нетрудно. Да, я на старый звонил тебе. Понятно. Ну, бывает в жизни что, номера симки меняются, что поделаешь. Да не вопрос, Андрей. Давай в телеге. Я в телеге остался под тем же. Пиши в телеграм мне. Не вопрос. Ты же знаешь сам, мы с тобой общаемся, дружим, поэтому всегда рад тебя слышать, видеть. Аида Гафарова, я все время вспоминаю дятлцев, благодаря им много чего узнала, в том числе и пришла на ваш канал. Да, Аида Гафарова, я помню, когда вы пришли на мой канал, на наш канал. Андрей пишет, новые временные на сезон работы. Андрей, ну понял тебя, понял. Ну тогда в телегу напиши мне, пожалуйста. Сезон работы, я понял, Андрей. Я знаю, что ты пашешь, не покладая рук, у тебя очень много работы, отдыхать-то некогда, понятно все. Но скоро сделаю стрим, и там твое стихотворение прозвучит обязательно. Да, Андрей, напиши, много интересного сообщу тебе, накопилось, информация есть. Напиши мне. Друзья, пишите ваши вопросы, давайте еще поговорим, пообщаемся. У кого-то есть вопросы, задавайте. У нас канал исторический, все вы знаете, мы вспоминаем историю, обсуждаем историю, поэтому можно поговорить. Время у нас немножко есть, поэтому давайте общаться. Скоро дожди, осень, зима, Андрей пишет, буду плющиться. Понял, Андрей, ну, Андрюха, отдохнешь, отдохнешь зимой хоть немножко, но а то ты пашешь, пашешь, не покладая рук. Конечно, отдыхать надо, Андрей. Совершенно верно, Лена Кипр, модератор пишет, какие у нас талантливые, замечательные подписчики. У нас люди очень талантливые, не перестаю это подчеркивать и говорить, у нас действительно талантливые. Вот на канале собрались и поэты, и певцы есть люди с различными увлечениями, очень много у нас талантливых людей поистине. Вспомните, пожалуйста, как Альбина прочитала стихотворение «С любимыми не расставайтесь». Оно звучало в фильме «Ирония судьбы и слегким паром». Как его Альбина с каким выражением прочитала? Вспомните, это шикарное исполнение, я вообще такого не слышал. Как Альбина от души прочитала? Альбина – медицинский работник, бывший, из Пермского края, наш подписчик. А как она здорово прочитала, я до сих пор забыть не могу, помню ее чтение. А какие стихи у нас пишет Ирина Адамова шикарные? И Виктория Чайка их читает в эфире. Ну это просто. Андрей Севков прекрасные песни поет, баллады какие, ну жизненные очень. И стихи пишет тоже. На гитаре прекрасно играет и поет голос у человека. Приятно послушать, понимаете? Вот завораживающее. Вот когда Андрей Севков поет, реально песня шикарнейшая. Просто хочется слушать и слушать дальше. Татьяна Сахарева. Владимир Гудвин. Ну придет Владимир Гудвин, он болел одно время, у него там что-то приболел. Свои заморочки у него накопились. Дочка к нему приезжала из Санкт-Петербурга, там с зятем они. Поэтому появится, ничего страшного, придет еще. Стихотворения все Гудвина у нас в сообществе во вкладке размещены, можете посмотреть. Там же стихотворения наши поэтессы Ирины Адамовой напечатаны, то есть можно их прочитать. Они звучат голосом, и у нас Виктория Чайка прекрасно читает. Она и сегодня будет читать после стрима, ну в конце стрима. Новое стихотворение Ирины Адамовой написала целый блок стихотворений. Сегодня мы с вами первое услышим. Прекрасность пишет. Разве это не таланты? Конечно таланты. Вот последний блок написала Ирина Адамова, прислала стихотворение. Знаете, я прочитал, вот это что-то сроднее, Ахматовское что-то, понимаете? То есть Анна Ахматова писала стиль и ее очень узнаваем. И вот я читаю стихи и слушаю Ирины Адамовой, и прямо вот что-то Ахматовское слышно. То есть пишет, пишет шикарно от души. Очень жизненно, очень правдиво. Мне очень нравится. Надеюсь, и вам нравится, уважаемые подписчики, мои зрители. Сегодня вы услышите это первое стихотворение из последнего блока. написанное Ириной Адамовой. Она мне прислала. Будет просто шикарным. Давайте еще пообщаемся, поговорим, задайте ваши вопросы. Немножко еще посидим. Раз у нас сегодня так беседа с подписчиками, надо проводить такие беседы. Я не так часто их провожу, но нужно посидеть, поговорить. потому что людей всегда зрители интересуют разные вопросы, разные исторические события. Один период истории нравится, понимаете. Кто-то вот нравится период старой Руси, допустим, да, кто-то любит средние века, интересно, времена там, Петра Первого, Екатерины и так далее. Кому-то интересна новая история, да, там с революцией, Великой Отечественной кто-то любит. Любит, в смысле, интересуется историей Великой Отечественной. У всех же разные как бы пристрастия. А тут мы с вами все вместе собираемся и уже приходим, сейчас секундочку. Да, Андрей, спасибо, увидел. Субтитры сделал DimaTorzok Да, Андрей, я тебе уже ответил в телеге. Лена Киворг пишет, конечно, очень нравится творчество Ирины. Семен Марковский с Олегом Капитаном корабля времени плывет, расскажет факты странных снова, только вперед. Понял, Семен, спасибо. Интересно, ты пишешь, всегда у тебя своеобразные такие мысли, и ты их так выкладываешь, здорово, здорово. спасибо. Аида Гафарова. об этом надо говорить. Воронеж, который истекал кровью, город сражался просто героически, сражался, не пускал немцев в черту города. Город умирал просто, в оккупации было очень много людей уничтожено. Немцы не могли в полицию набрать, представляете? Единственный город, когда немцы вошли туда, учредили там свой комиссариат и так далее, отделение, начали набирать в полицию. Ни один воронежец не записался, обращаю ваше внимание. А ведь там были бывшие там, допустим, недовольные советской властью и так далее. Ни один, удивительный город, ни один в полицию. Немцы силой вынуждены были, стали искать кого-то. Жители просто разбежали. Кто в партизаны ушел в леса, кто куда, в поля, вернее, не в леса. Подальше. Вот удивительно, никто в полицию не пошел. И большинство, кто был в оккупации в городе, остался, было уничтожено. То есть, карателями. Брали в заложники, расстреливали пачками. И вот удивление, город сражался героически. Все получили звание город-герой, а Воронеж не получил. Поэтому, Аида Гафарова, я с вами согласен и тоже вместе с вами недоумеваю. В чем недоработка, в чем причина? Когда присваивали звание город-герой после Великой Отечественной, уже через какое-то время, какая-то, возможно, недоработка местного совета ветеранов, либо местного руководителя Воронежа. Я не знаю, почему. В Воронежской области. К сожалению, единственный город, не получивший звание города-героя. Именно город, который кровью истекал, переходил из рук в руки, два раза немцы туда входили, их выбивали. То есть, город-герой, можно сказать. Но звание официально не получил. Такая несправедливость, согласен, Аида. Ну, что поделаешь. Многие не знают, как Воронеж сражался. А сражался Воронеж героически. Ничуть не хуже, чем Сталинград, ничуть не хуже, чем Ростов-на-Дону. Я вам рассказывал, как Ростов-на-Дону тоже бился. Да, Аида Гафарова. Не было Воронежа, не было Сталинграда. Воронеж помог оттянуть силы от Сталинграда. Это есть исторический факт. То есть, часть немцев перемололи под Воронежем. Кстати, кто не знал, давайте напомню. Папа Юры Юнина, нашего дятловца, выжившего, 10-го, как раз погиб под Воронежем при разведке боем. Он был рядовой Красной Армии, служил в батальоне связи. Их отправили на разведку боем, их отделение. И взрывом снаряда, то есть, снаряд тяжелого калибра. Упал, в общем, отец Юры Юдина был разорван на куски, даже тело не осталось. Поэтому одна Воронка, начальник штаба, заполняя потом бумаги, сказал, раз нет тела, все, без вести. И написал бумагу, что пропал без вести. Ну, особисты боялись, что перешли, кто-то там из пропавших в беде, перешел на сторону врага. Начали собирать данные, кто был в этой разведке боем. И опросили рядового из этого же отделения, где воевал, Ефим Юдин. И он четко показал, как они бежали втроем. Он, Ефим, еще один солдат. Как их попали под артиллерийский обстрел. И говорит, я слышу снаряд свистит. Я кричу, ложись, бросились на землю, оглянулся. А там Ефим, снаряд прямо туда и попал, в это место. Ну, он сзади бежал. И там огромный взрыв, огромная воронка на куски, и все. Я, говорит, подошел к воронке, а там от шинелки пуговичка там маленькая валялась, и все, больше ничего. То есть на куски разорвало человека. И я, особисты этот рассказ записали подробно. То есть успокоились, что в плен не сдался, никуда не девался. А то, что пропал без вести, ну пусть пропал без вести. Особистам плевать. Им главное, что в плен не сдался, не сбежал. Все. Этот подтвердил. Так и стал Ефим Юдин пропавшим без вести. Семья не получала ни копейки, к сожалению. Мать сходила от горя, конечно. Заболела, болела сильно. Слегла мать Юры Юдина. Так что папа с пропавшей без вести. Везде, кто не знает, в автобиографиях, везде в карточках. Юра Юдин писал, отец мой, Ефим Юдин, погиб на фронте под Воронежем. Он писал, погиб. То есть он четко знал и понимал, погиб на фронте. нигде не писал, пропал без вести. Надежда Морева, еще не поздно, может присвоить звание героя. Надежда Морева, я считаю, для справедливости, я ей всегда говорю, для справедливости нет срока давности, понимаете. Вот сейчас будет 9 сентября, 13 лет, как пропало, убили Ирину Сафонову. А убийца до сих пор жирует, на свободе гуляет, понимаете. Нет срока давности, пусть 13 лет, но убийца бродит на свободе. А Ирина Сафонова убита была, тело скрыто. Понятно. Закопано, утоплено, не суть. Также и здесь, для справедливости нет срока давности, я считаю, Воронежу мы могли бы присвоить звание города. Но здесь нужно усилия администрации города Воронежа, Воронежской области, понимаете, надежно видно. Тут только должны пробивать именно сверху власти. Население, понятно, соберет подписи, поддержит, но должно глава администрации Воронежской области. Они должны суетиться, понимаете. А раз они не суетятся, ну, значит, они, видимо, в Воронежской области считают, что это лишнее, для них это не нужно. Я так могу это понимать. То есть, инициатива сверху должна исходить. Все вы понимаете, инициатива снизу, она не будет услышана в Воронеже. Тут только именно руководство Воронежской области, глава администрации, мэр Воронежа, должны инициировать эту проблему. Я так думаю. Да, Андрей Севков, я видел, пришло оповещение, спасибо большое. Спасибо. Спасибо, Андрей, обязательно включим. Аиды Гафарова, Золотарев, Сталинград пережил. Да, совершенно верно. Семен Золотарев, участвовал в Сталинградской битве, имеет медаль за Сталинград. Выжил в этой мясорубке. Месиво было, совершенно верно, Аиды Гафарова. Еще раз скажу. Тот, кто прошел Сталинград, потом уже воевал, был опытным бойцом. Кто не знает, смотрите, было указание Сталина. Смотрите, есть тактическая единица батальона основная, пехоты. Командир батальона комбат, это золотой фонд армии. Из комбатов обычно вырастает и комполка, и командармы, и так далее, комдивы. То есть, комбата очень тяжело, понимаете. Человеку очень тяжело подготовить, комбата учить нам нужно долго. Если роты командовать взводом как бы полегче, а здесь батальон, ты должен знать, как вести батальон в атаку. Все тактические приемы, понимаете. Оборона, атака при обороне, в наступлении и так далее, там очень много тактических приемов. Все это должен знать комбат на зубок, чтобы вести свой бой в батальон и нести меньше потерь. Он отвечает за каждую жизнь. Так вот, Сталин дал указание. Все комбаты, кто выжил в Сталинградской мясорубке, были переведены уже в действующей армии на направлении главного удара. То есть, комбатов распределили равномерно по всем армиям, по всем дивизиям, именно уже наступающие. И все комбаты, обычно, их так и называли Сталинградцы. То есть, это был знак качества. Знаете, вот как в Советском Союзе на товары ставили знак качества СССР. И так, как вот на коньяке, ну, я утрирую, понимаете, образно. На коньяке там три звездочки, пять звездочек, типа считается самый крутой коньяк ВВК, да, коньяк высшего сорта выдержанный. Также и здесь комбат в Сталинграде ценился за троих, за четверых, понимаете. То есть, вот Сталин дал такое указание. Именно всех Сталинградских комбатов, кто закончил, когда Сталинградская битва закончилась, армию Паульсова расколотили, все окружили, наступило небольшое вот здесь затишье, переформирование, все Сталинградские комбаты были переведены на решающие участки фронта приказом Сталина. И Сталинградцы очень ценились. Именно комбаты, прошедшие Сталинград. Почти все они потом стали и комдивами, и некоторые даже до командарма дошли. Это реальный факт. Так, Екатерина, кто сейчас может знать правду о дятловце? Правду о дятловцах, Екатерина, ну, я думаю, знают единицы последних, кто сейчас живых. Я думаю, Карелин пока еще живой, слава Богу, он знает. Потому что он видел Кремланищенко, Дорошенко, которые под углом друг к другу лежали изначально, трупы, и он не отступает от своего Юрия Евтиховича, Карелин. Я ему верю, этому человеку. Буквально несколько человек знают правду. Больше никто, остальные все умерли уже, к сожалению. Все уже умерли. Четыре года назад Биенко умер, который не вошел в руку дятлова. В Минске проживал в Белоруссии и скончался. Сейчас практически никого и не осталось. Родственники правда не знают их. Ни Татьяна Перевнова, ни сестра Игоря Дорошенко, Ирина, не Лена Колеватова, племянница Саши Колеватова. Правду, конечно же, не знают. Почти никто, Екатерина, давайте скажем так. Татьяна, Воронежу присвоили звание город воинской славы. Ну, дай бог, хотя бы это, хотя бы это, да. Екатерина, а про Ирину Сафонову тоже есть версия, что сбежала. Екатерина, про Ирину Сафонову их там 156 версий. Есть форум, ветка целая, на Тайна Ливу есть сайт такой, да, известный, там есть целая ветка. И они там уже за тысячу страниц понаписали там этих версий, я говорю, воссу-воссу, маленькая тележка. Никуда Ирина Сафонову не сбежала. Она также бы не оставила никогда сына Андрея. Это бред, бред. Татьяна Сахалин, город-герой не был присвоен, что руководство сбежало в 42-м независимости эвакуации жителей. Татьяна Сахалин, ну, во-первых, там этот вопрос очень спорный, руководство там не сбегало, на самом деле, там другое, немножко получилось. А с другой стороны, город не виноват, что кто-то оттуда сбежал. Жители-то дрались до последнего, понимаешь, поэтому тут я как бы не согласен. Я знаю историю обороны Воронежа, его славные жители. Воронежцы дрались насмерть. архивы, архивы с каждым годом все больше и больше рассекречивают, может, и Воронеж наградят. Надежда Юрьевна, я еще раз говорю, это должна инициатива быть главой администрации Воронежской области и мэра Воронежа. Если они это инициируют, у них есть представители Совета Федерации, Верхняя Палата нашего парламента, все вы знаете, есть депутаты Госдумы, избранные от Воронежа, Воронежской области. Вот они должны совместно выдадать инициативу такую и продвигать ее дальше. Им это проще. Они там вращаются вверху. Народ будет кто слушать простой, никто не будет слушать. Аида Гафарова, Олег, начало войны всех опытных военных уничтожили. Да, совершенно верно подтверждаю. Все военные были, лучшие военные были уничтожены. К сожалению, кто расстрелян, кто посажен, кто просто уволен с волчьим билетом, выгнали из армии. Наши неудачи вначале были по этой причине. Да, в том числе наши неудачи были по многим причинам. Но одна из причин как раз репрессии против военных сталинского режима. Совершенно верно. Как вы относитесь к Сталину? Аида Гафарова, посмотрите мои стримы, я четко об этом говорю. Об отношении нашего канала и меня лично к Сталину. Если коротко могу вам сказать, я считаю этого субъекта преступником, я очень жалею, что не удалось судить этого субъекта. Но это мое личное мнение, понимаете. И атмосферу хаоса, насилия и крови насадил именно он. Своей подозрительностью, мнительностью ко всем и своим властолюбием. Чтоб на каждом облаке было написано «Дорогой великий Сталин». И писали в облаках, самолеты летали, дымами цветными писали. Посмотрите мои стримы, там четко все расписано, как, что, кто виноват и как это происходило. Семен Марковский, к новым горизонтам уверенно плывем до 10 тысячи подписчиков с надеждой ждем. Спасибо, Семен. Всем здоровья и добра, до новых встреч в эфире. Всем и сила, когда в кулак сплоченный в мире. Спасибо, Семен. Спасибо тебе. Хорошо написал. Кто не знает, Семен наш самый пожилой подписчик, 83 года человеку, проживает в Екатеринбурге, болеет, проходит лечение. Поэтому, Семен, мы тебе всегда рады, конечно же. Приходи почаще. Арида Гафарова, еще раз я советую, посмотрите, пожалуйста, мои стримы. Там все написано, расписано. Об этом я уже говорил. С фактами конкретно все по полочкам разложено. Да, 54 лайка. Спасибо, уважаемые подписчики, зрители, за лайки. Кто поставил, кто не поставил, можно еще поставить. Так. Да, спасибо за лайки. Не забывайте помогать каналу своими донатами, пожертвованиями, все вы знаете. В чате закреплены вверху данные. Карта Сбербанка, можно помочь каналу, моему, конечно же. Если вы за границей проживаете через сервис Донаталерс, он работает и в Америке, и во всех странах. Регистрируйтесь на Донаталерс по этой ссылочке и вносите свои пожертвования. Буду всем очень признателен, конечно же. Так, Екатерина задает вопрос. Возможно ли, что дятловцы забрали фигурку идола? Екатерина, смотри, в этом деле, которое специально запутано для нас, возможно все, но лично я, как исследователь этой трагедии, этого убийства, я считаю, что все-таки фигурку они не брали. Но хотя мы можем не исключать, что взяли. То есть, Екатерина, давай скажем так, возможно, но я лично, лично мое мнение, вряд ли. Там достаточно было того, что фотографировали, и Люда Дубинина подходила вплотную на Турумкане, где вот это святилище, где эти фигурки. Этого было достаточно, поверьте. Да, уже 55 лайков, спасибо большое, уважаемые подписчики. Екатерина, я помню твою просьбу, обязательно не переживай. Я помню про Бурки Кривонищенко, будет у нас отдельная тема, поговорим об этом. Я расскажу. Бурки Кривонищенко, да? 56 спасибо друзья пишите вопросы ваши давайте еще поговорим немножко посидим да хотя обязательно расскажу в комплексе все все соберем соберем и как раз поговорим потому что вроде она мелочь до бурки кривонищенко начинаешь разбираться там интересные детальки так деталюшечки его сказал поэтому надо об этом говорить а твои просьбы катя я прекрасно помню поэтому не переживай я ничего не забываю ну стараюсь в случае конечно аида гофарова массе идолов могли лежать значки дешевые могли быть деньги старинные аида гофарова монеты и деньги они заворачивали в платочки обычно и завязывали поэтому явно там не увидишь там платочки фигурки виде кукол таких тряпичных и завязывали на конце платка монеты в углы платка медные иногда серебряные монеты даже старинные находились насчет значков нет не слышал что там что-то было крест сцены да мог быть до татьяна тадиолик ты смотрел фильм манки на звездочка как твое мнение совпадает ли фильм с реальностью спасибо татьяна тади к сожалению этот фильм я не видел я его могу посмотреть давай обсудим посмотрим нет это вот именно этот фильм я не видел поэтому чтобы сложить свое мнение мне необходимо его посмотреть не попадался он не так скажем сутками я не сидел у зомбоящика естественно поэтому какие-то фильмы естественно как любой человек ему пропустить и это нормально татьяна тади давай давай сделаем так я запишу я посмотрю этот фильм и выскажу свое мнение мы об этом поговорим всех фильмов нельзя на свете посмотреть поэтому конечно же что то есть допустим чего я мог не видеть да я не попадался мне этот фильм екатерина просто я не верю что кривоничка зная какой был балагур кроме ленточки ничего больше не прихватил екатерина я понял твою версию твои предположения еще раз говорю возможно возможно просто там и без идол без идола хватало нарушений ну а ленточка найденная атласная розовая это улик естественно кто не знает по вероням манси красный розовый цвет это цвет жизни то есть если ты забрал так забрал со святилища такую ленточку ты забрал жизнь это тягчайшее преступление ну по шаманизму так скажем ты забрал жизнь и если это ленточка с Турумкана то если заметили что ее нет а и я так думаю заметили потому что туда периодически приезжали шел праздник Турумкан видели чужаков которые фотографировали то что тоже конечно кощунственно еще девушка подошла вплотную татьяна тади хорошо обязательно я его посмотрю и поговорим выскажу свое мнение обещаю вам татьяна а я слово свое держу все вы знаете да и дага фарова на удивление манси плавать не умели слову совсем они даже не было в обучении детей никогда не учили они никогда не умели плавать а на лодках долбленка ходили рыбачий естественно очень активно лодки строили делали выдавливали специальным инструментом теслам все вы видели меня показывал на стриме кстати т тесла один из предполагаемых орудий убийства то есть этим теслам ребра ломать вполне можно плавать нет не умели доходило до трагедии жена допустим тонет а муж стоит и воду боится зайти потому что бог воды решил забрать значит так так тому и надо то есть для них боги это все понимаете жена тонет он не войдет или ребенок тонет он будет стоять смотреть таково но из язычества шаманизм это сожалению для нас европейские ну для нашей цивилизации это дико естественно ну а для них у них вот такое верование потому что у всех есть бог воды есть бог деревьев бог неба и так далее бог солнца данном случае бог воды и пальцем не пошевелят будут родные тонуть и тонули и даже не спасали потому что боги это все разбойки сказали наказать значит надо наказать богов они боя бояться больше всего и боялись и бояться до сих пор так наталья беспалова марсианка наша подошла наталья приветствую вас спасибо за пожелание спасибо наталья лайк 57 вижу его спасибо увидел ну аида гофару китайцев свои законы но китайцы не язычники здесь покруче все по гораздо так я бы сказал по что консервативнее по махрови ну китай свой путь у них своя у нас не счастливое число 13 считается у китайцев это четверка четверка это число смерти то есть четверку вы у них нигде не увидите это попробуйте написать где-то четверку на вас китайцы в ужасе замахают руками то есть для них четверка это сродни черный знак смерти у каждого народа свое у каждого народа свое в манси даже были места где ногами нельзя наступать на траву понимаете летом так вот чтобы не наступить священный там бог травы был в одном месте они привязывали бересту за веревочки к своей обуви и береста вроде наступает а нога не касается то можно пройти то есть очень боялись вот и представьте какие-то люди то есть чтут законы именно природы своих богов для них это святое это свой образ жизни совершенно нам незнакомые непонятные отличные отношения да и до гафарова подтверждаю наши ученые биологи изучали якобы заснувшего 75 лет назад фигу фигуру ламы до эти гена были наши профессора приезжали с москвы целая комиссия исследовали фигуру эти гена которые знаете все в доцами сидит то есть в храме туда экскурсии разрешены то есть можно мимо проходить причем интересно одну вещь надо ткань одну отдать качестве подарка а вторую ткань как бы он осветить должен мимо проходишь он в колпаке таком стеклянном фигура этого эти гена сидит и и вторую мимо ткань проносишь считается освещенной и вот наши ученые биологи и медики изучали эту фигуру то есть там сострит даже разрешили состричь часть ногтя волоса хотя он там лысый сидит но часть там немножко волоски были да ведь но эти гелов его эти гелы эти гелов эти гелов кто как называет и совершенно верно вчера я по нему смотрел кстати изначально когда он засыпал сказал ученикам засыпьте меня солью его полностью тело солью засыпали а потом через там 20 лет это соль солью убрали и посадили в колл под колпаковую ну там вот его смотришь да фигура у него носа практически нету и ушей нету непонятно кожа такая пергаментная как у мумии да не гниет не разлагается жизненные процессы в теле остановлены как сказала комиссия и этот эти гелом скорее мертв чем жив то есть назад его жизни вернуть невозможно только чудом сам решил уйти в это состояние объявил ученикам своим но до сих пор находится в таком состоянии да и дегафара там кровь присутствует но там кровь потеряла многие многие составляющие ученые все это исследовали брали на анализ то есть это уже не та кровь к сожалению то есть существует мумия грубо говоря в мумии как бы процессы разложения процессов разложения мумии нет но это все что осталось да в бурятии в дацане он сидит в одном из храмов туда экскурсии разрешены то есть можно приехать заплатить там экскурсия стоит сколько-то и проходишь заходишь в дацан он сидит в глубине с левой стороны под колпаком там фотографировать запрещено там заходишь идешь по левой стороне смотришь на него приближаешься к нему там поворот направо то есть ты уже сбоку видишь и дальше проходишь уже все и вы на выход как буквой г такой проход буквой п извините и потом выходишь оттуда там барабаны стоят надо прокрутить барабаны поверье такое чтобы удачу свою поймать возможности человека совсем не изучены чудеса да и только да и до гафарова с одной стороны да какое-то чудо можно сказать почему тело не разложилось хотя его из соли достали екатерина если на кояке с металлоискателем походить можно найти место где был турумкан да екатерина да подтверждаю я об этом уже думал туда нужно ехать летом именно с хорошим металлоискателем совершенно верно там остатки турумкана в любом случае можно найти еще потому что по последним данным я на предыдущем стриме рассказывал последние упоминания о ритуале в турумкане проводимый 2002 год после 2002 года ритуалы прекратились то есть турумкан был как бы закрыт перестали туда собираться вот и считаете что-то там осталось да Маша как считаешь вот эти поговорки например что-то забыл в зеркало посмотри кошка черная дорогу перебежала все откуда люди придумали сами и есть в этом сила Маша скажу так люди это вряд ли придумали это скорее всего кто-то заметил и попытался выработать противоядие скажем так умные люди во все во все времена во все века жили что-то в этом есть скажу многие когда кошка перебежет черная перебежит дорога потом случались всякие несчастья к сожалению не знаю чем это связано то есть что-то в этом есть какие-то потусторонние силы ранее не исследованы что-то присутствует так же существует черная магия практически все понимают что она существует так или иначе в такой или иной форме поэтому что-то существует помимо нашего сознания вектора чайка она уже просолена насквозь конечно хранится будет не одну сотню лет но возможно возможно но соли там давно нет соль убрали поэтому да он был по макушку то есть в чан его посадили такой специальный поместили по самую макушку соли был засыпан то есть он заснул в состоянии транса себя ввел заснул ни на что не реагировал и ученики его согласно его завещанию посадили в чан его и солью засыпали а через двадцать лет кто-то кто-то там команду дал решил там новые власти какие-то пришли соли то как в чана вытащили соль рассыпали и решили пусть он так вот сидит пусть люди поклоняются ему посадили вот его в стеклянный колпак где он до сих пор и как бы его я не знаю фигура мумия мумия скорее всего наверное до сих пор находится но считается священный лама все-таки Виктория Чайка пишет ну понятно может и не приносят это же никто Виктория понимаете этого никто не доказал никто не объяснил наука это не объясняет ни от слова не совсем то есть все это ссылается это предрассудки а это предрассудки ну вот смотрите предрассудки приведу вам четкий пример все вы знаете такие болезни на глаз иногда на веках на веке фурункл это называемый чири да бывают такие болезни у детей особенно чири откуда он берется кто его знает да воспаление какое-то и он вырастает чири там растет потом лопается гной выходит и так далее но глаз невозможно опухает все вы знаете у кого был кто так вот моя бабушка Клавдия Афанасьевна прекрасно умела заговаривать вот она мне этот чири заговорит у меня были в детстве на следующий день он уже опухоль как немножко спадывает и потом день проходит и все то есть она умела заговаривать заговор шептала этот заговор она мне поведала я его записал запомнил и вы будете удивлены я простой человек простой инженер как говорится я там не экстрасенс не маг никто я тоже я тоже умею это делать заговаривать чири и вот как я заговорю это сделаю да ритуал чири пропадает на следующий день вот что это скажите мне объясните пожалуйста опухоль спадает уходит полностью а человек идет в больницу ему там начинают то ли и прижигать и мазью это все тянется неделю-две я заговорю это чири он за день исчезнет скажите я что волшебник экстрасенсу нет а как это у меня получается а вот заговор от бабушки перешел я его он у меня и записан блокнотик я его наизусть знаю ячмень да ну Татьяна Сахалин умеет это здорово она же тоже не волшебник так папа дочка Машталер Александр приветствую здравствуйте город Рыбинск рад вас видеть да Александр мы уже заканчиваем мы уже вы уже под конец пришли приветствую Александр нас уже будет будем закругляться сегодня хорошо посидели давайте последний блок вопросов будем потихонечку заканчивать то что Виктория люди приносят беду я с вами согласен самый страшный зверь на свете это человек тут даже спорить не буду ну вот Андрей Андрей умеет сивков зубы заговаривать тоже да мы поняли в каком смысле зубы заговаривать кошка пышка мысль обладает огромной силой а слово тем более согласен слова материальные Татьяна иногда слова некоторые не надо вслух произносить потому что они могут очень плохо повлиять на карму человека на его судьбу даже иногда на здоровье и на его жизнь некоторые вещи лучше вслух не произносить Аида Гафарова Олег, как вам такой разброс темы от первой мировой до ячменя Аида Гафарова да в легкую вообще в легкую можем начать с Атлантиды потом к Платону перейдем к древнему Египту древней Греции легко Аида Гафарова да Виктория Чайко высший пилотаж заговор на расстоянии да давайте будем заканчивать думаю сегодня нормально пообщались посидели даже до ячменя дошли до заговора а некоторые ячменем этим очень мучаются люди и в больницы не могут вылечить ходят постоянно значит что то есть помимо нашего сознания есть какие-то силы сверхъестественные как называть их я не знаю можно называть по-разному потусторонние сверхъестественные но что то есть и с этим надо быть очень осторожным я думаю друзья с этими силами я имею ввиду да спасибо за общение Татьяна привет кошка пышка сейчас будет у нас с вами поэтическая страничка конечно же в конце да Александр спасибо жалко опоздал лайк не отменял никто спасибо Александр за лайк спасибо большое конечно никто не отменял поставили спасибо вижу так давайте наверное поэтическую страничку с вами сегодня у нас стихотворение Ирины Адамовой будет прочитает его Виктория Чайка а стихотворение называется просто незамысловатая мечта давайте его послушаем и так мечта его написала Ирина Адамова прочитает его Виктория Чайка мечта рассудок твой подвластен мифу той сказки чистой неземной и тишина подобно грифу так бережно хранит покой вся ночь пропитана спонтанно неясной дымкой снов твоих они приходят как ни странно когда ты просто мирно спишь твоя мечта пронзает тихо и этот сон и тишину она влетает в окна лихо забыв про жуть и темноту и с ней ты станешь снова смелым таким каким мечтал всегда и будешь ты как ангел белый взлетать в ночные небеса и так это было стихотворение Ирины Адамовой Ира спасибо прекрасное стихотворение действительно мечта Виктория Чайка спасибо за чтение этого стихотворения кто не знает Ирина Адамова читать пока сама не может она восстанавливается после ковида болеет очень человек проходит реабилитацию задыхается поэтому стихотворение зачитывает ее мама Виктория Чайка тоже наша подписчица спасибо ей большое Вика спасибо тебе вот такая мечта я думаю это было неплохое завершение сегодняшнего стрима нашей с вами беседы с подписчиками да Ирина Адамова спасибо хорошие стихи конечно хорошие Аида Гафарова прекрасные стихи человек пишет от души она не профессиональный поэт вот такие стихи пишет прямо за душу берет очень жизненные за что ей спасибо конечно же Ира тебе не зря я Иру называю поэтессой нашего канала мысли об истории она поэтесса действительно талантливейшая да пока не слишком известная но я надеюсь со временем она станет известная начнет где-то печататься начнут ее произведения везде во многих изданиях будут напечатаны я на это очень надеюсь а пока есть стихотворение Ирины Адамовой вы можете услышать на наших стримах на нашем канале мысли об истории напоминаю кто не знает на моем канале есть вкладка сообщества если туда мышкой щелкните вы попадете в архив стихотворение там находится стихотворение Владимира Гудвина и Ирины Адамовой то есть их можно прочитать они там напечатаны зрительно то есть такая книжечка зайдите почитайте пожалуйста если не трудно отзыв напишите Ирине будет приятно она всегда читает отзывы о своем творчестве и это стихотворение мечта тоже будет в печатном виде размещено в вкладке сообщества я его там размещу конечно же поэтому спасибо Ирине Адамовой мы желаем ей выздоровления пусть она восстанавливается я надеюсь настанет тот момент когда Ира Адамова сама запишет свое стихотворение и сама его прочитает на нашем стриме я очень на это надеюсь что это скоро будет и мы услышим ее голос спасибо за стрим а в субботу встречаемся или уже 5 сентября Татьяна в субботу обязательно встречаемся вы что расписание наше неизменное среда суббота поэтому суббота 12 часов московского времени это будет 3 сентября приходите пожалуйста обязательно встречаемся а в понедельник у нас юбилейный стрим ну в субботу тоже будет стрим на свободную тему конечно же так Виктория Чайка но он придет пока болеет так Аида Гафарова спасибо спасибо Аида Гафарова вам Андрей Сивков Олег Чат всем пока спасибо за стрим Андрей тебе спасибо песню я твою я видел ты прислал посмотрю обязательно ее здесь покажем я напишу Андрей тебе обязательно спасибо Екатерина судьба давала дятлоса много знаков родные не пускали юдин заболел а успею прошли мимо да Екатерина это можно назвать знаками кстати да они же промахнулись не увидели пусть и а успе и прошли по лозве дальше немножко да всем до встречи Татьяна Тади до свидания всем спасибо все следующий стрим у нас будет с вами в субботу 3 сентября приходите пожалуйста это был канал мысли об истории для вас как всегда работал в эфире Олег не забывайте помогать каналу под стримом будут закреплены данные карты Сбербанка перечисляйте донаты пожертвования буду очень вам благодарен не забываем и так же через сервис донат Алис ну и по традиции в конце стрима я всегда говорю все еще только начинается друзья всего доброго до новых встреч берегите себя